Ну что, у нас вопросы, которые я выписал, у меня закончились. Знаете, что я напоследок спрошу Светлану? Вы же все-таки с большим количеством людей общаетесь. Наверное, каждый день там это происходит. И есть, может быть, парочка каких-то таких доминирующих вопросов, которые люди задают, ну здесь надо 20 процентов людей, 30 процентов людей. Вот что-то такое спрашивают все одно и то же. Спрашивают, как получить гостевую визу, то есть как попасть в Штаты, какой самый простой путь попасть в Штаты. Также, что делать, если вроде как ничего не приходит в голову, как бы, что делать, как подать на статус беженца, если вроде как я боюсь и не хочу жить в своей стране, но абсолютно не могу определить, что мне делать. По какой статье мне беженство? Да. Или что делать, если вроде как нет документальных доказательств? Вы уже этот вопрос задавали мне в начале. Вот, ну как бы рекомендация по поводу первого вопроса. Смотрите, те, кто уже был в Штатах, им обычно просто получить новую визу или продлить ее, то есть визу B1, B2. А если человек не был в Штатах, то тогда, если есть финансовые возможности и время, то желательно куда-то съездить в Европе или не обязательно в Европу, то есть куда угодно, чтобы были штампы в паспорте свежие и тогда пойти за визой в Америку. Есть ли таких вариантов нет, тогда желательно или с группой куда-то ехать, то желательно обратиться в туристическое агентство, которое все-таки имеет больше как бы вариантов помочь получить визу, чем если человек сам обращается в посольство, до этого нигде не был, тогда больше шансов, что человека откажут. Или искать, допустим, какую-нибудь конференцию, то есть как бы по работе, не по рабочей визе, а, например, приглашение на какую-нибудь конференцию, на какое-нибудь мероприятие, чтобы кто-то как-то ходатайсу, получение этой визы. Что касается второго вопроса, что делать, если вроде как ничего не приходит в голову, ну, посмотрите, одна из таких важных вещей, которые я делаю в своей практике, это я помогаю диагнозировать человеку, выбрать путь, по какому ему можно подать документы и получить статус беженца или легализоваться каким-то другим путем, то есть как бы креативно найти путь, который сработает конкретно для вас. Поэтому, в принципе, не нужно отчаиваться, то есть при желании остаться, можно всегда найти вариант, который сработает в вашей ситуации. Поэтому, ну, практически у всех есть что-то, за что можно зацепиться. Можно сказать, вот, допустим, мое наблюдение такое, что подавляющее большинство нормальных людей, которые на самом деле вполне, ну, как бы, можно найти там, как бы, для них вполне такой путь, не в состоянии сами этого сделать, потому что они настолько далеки от этого и настолько в других терминах они мыслят, что они объективно не могут сами ничего придумать, даже если бы они хотели. То есть им нужно, не то же придумать, но из своего опыта извлечь вот это вот, кристаллизовать то, что могло бы реально сработать. И вот я смотрю тоже, все люди спрашивают, а вот, а мне нечего, а как это нечего? А ты сядь, подумай, я говорю, смотрите, у нас есть плейлист по политическому мероприятию, смотри, что люди рассказывают. Ну, знаете, иногда говорят, что со стороны виднее, то есть иногда люди просто сами, естественно, как им может прийти в голову, а что им делать, если они не сталкиваются с этим каждый день. То есть поэтому у меня есть работа, потому что я все время в этом кручусь и я уже вижу со стороны, что может сработать в конкретной ситуации. Поэтому, опять же, нужно просто быть открытым морально к тому, что эту ситуацию можно найти и что максимально мы будем говорить правду и найдем то, что в вашей жизни все же мешает вам жить в вашей стране. Потому что, смотрите, вы-то начинаете этот процесс, а не я. То есть я никого не пропагандирую или уговариваю уехать. То есть люди сами решают, что им плохо, невыносимо, хотим уехать. То есть, наверное, что-то их толкает на это решение. Поэтому мы обычно отталкиваемся от реальной причины, почему человек хочет уехать. Там, на самом деле, как начинаешь разговаривать, там слоями, там 5-6 слоев сходят, пока доходишь до сути вопроса, да, и человек сам себе не может сказать. У меня, кстати, есть мулька одна, с нами случилось в жизни, и я вот ее рассказываю как пример того, насколько люди не понимают, что с ними происходит. Мы когда только приехали, пару лет прошло, в Палалтовской джуке, там, значит, митиль какой-то был, нет, собрание. И там выходит женщина и рассказывает американским евреям, она рассказывает, вот как там плохо было евреям в Советском Союзе. И, значит, я так скептически, я думаю, ну что она сейчас такое скажет там, да. И она вдруг начинает рассказывать, что вот родители, чтобы детей не дразнили, не обижали в школах и так далее, не давали детям еврейское имя, а в традиции еврейское это очень важно. Имя безумно важное, вот это сохранение имени, там, семьи и так далее. И добавили такое имя, ну там, скажем, первая буква, там, скажем, вместо Соломона, там, я не знаю, там, Сашей, да. Вот. И я думаю, что она такое рассказывает? Я говорю, что тут? Я смотрю, и они сидят там, полные золотые люди, они плачут. Они плачут, у них слезы текут. Я думаю, боже, я говорю, насколько же мы черствые и какие-то поехавшие головой люди, которые нормально относятся к тому, что родители, там, дают ребенку, там, не такое имя, как хотели бы дать. Понимаешь, я просто как пример того, что для нас, как бы, норма, да, а отсюда люди смотрят и плачут. Ну да, вы правы, то есть очень часто люди, когда говорят, что, ну, мы не знаем, у нас, вроде как, все нормально, потом начинаешь с ними говорить, они говорят, ну да, но мы вот там, в открытую, допустим, не делаем того, не делаем этого, допустим, мы не носим, там, какие-то религиозные, скажем, там, ювелирные изделия, или мы, допустим, не держимся за руки на улице, если мы, допустим, принадлежим к сексуальным меньшинствам, мы скрываем то, что мы живем вместе как пара, а мы на самом деле ведем себя как друзья. Ну, в принципе, нас никто не обижает. На самом деле вас не обижают, потому что вы не можете жить открыто, как бы вы хотели. То есть это правда. Люди просто настолько уже вырабатывают иммунитет к проблемам, которые существуют, что они сами не могут их сформулировать, потому что они живут в этой среде каждый день, и как-то все-таки жить надо, и какое-то удовольствие от жизни тоже надо получать, и не думать об этих проблемах каждый день. У меня были две девочки, приходили поговорить, лесбиянки из России, и они держат бизнес небольшой по производству, там, что-то косметики, парфюмерия, я не знаю, что. И они говорят, если станет известно, что мы нетрадиционной ориентацией, наш бизнес погиб, никто не купит. И вот они ходят, там, скрываются, там, и так далее. Вот. Ну что же, хорошо, Светлана, спасибо. Я извиняюсь перед теми, кто там еще вопросы задавал, там вопросов было гораздо больше под тем видео, где я говорил, давайте вопросы. Но там, на самом деле, очень многие вопросы повторяются, мы на них уже имеем видео, которые отвечают, там ребята очень активно ссылки дают на те видео, где это отвечено, и так далее. Поэтому я вот взял на себя так ответственность, ну вот собрать то, что я посчитал достойным там вашего времени, внимания, и так далее. Поэтому, вот, я думаю, мы не последний же раз, правда? Конечно. С вами с удовольствием. Вот. И давайте мы напоследок, я еще раз хочу вернуться к началу беседы, к гринкарт-лотереи, к тем расстройствам, которые вот у людей на этой почве возникают, огорчениям. И я как блогер могу сказать, что вот мы видим трафик, количество посещений, просмотров там на наших видео. Я могу сказать, что спустя неделю после вот даты объявления, результат, значит, там в половину падает, значит, количество просмотров, потому что люди, знаете, они 1 октября там или там 10-го подали, и дальше они говорят, ну, давай посмотрим, что за страна, куда мы едем, как там с работой, как там, ну вообще, тогда асфальт какой-то, значит, чем там приусадебные участки, значит, украшают. И вдруг бах, такой облом, и сразу настроение падает. И я хочу сказать, что если у вас в этом деле произошел облом, я пытаюсь как бы из ваших слов вывести, то может быть, вам даже и повезло, вы скорее здесь окажетесь, и в общем. Ну да, лотерея, это же все же лотерея, то есть какой-то процент людей выигрывает, но процент очень маленький. И смотрите, если люди настроились уехать вот прямо сегодня уже, уже побыстрее, или легализоваться сегодня, лотерея тоже не самый лучший вариант, потому что даже если вы ее выиграли, вам минимум полгода нужно ждать, пока вы пройдете собеседование, и быть уверены на 100%, что вы его пройдете. А если у вас уже открыта виза, и вам уже не терпится, хочется уехать сейчас, то вы полностью тогда в контроле этого процесса сами. То есть вы уезжаете, и вы начинаете процесс легализации. Поэтому в любом случае не отчаивайтесь. Иногда, ну, как бы вещи происходят, потому что они должны так произойти, поэтому нужно всегда с оптимизмом относиться даже к проблемам, и идти вперед, и искать варианты, которые сработают для вас. Я тогда уже философски так обобщу и скажу, что события нашей жизни не определяют, кто мы есть. Вот, если ты, допустим, тебе больно, это не значит, что ты вот, твоя жизнь это больно, вот ты это, там, человек боли. Если ты, там, не знаю, в карты проиграл, это не значит, что ты человек проигрыша. Поэтому события жизни, они позволяют проявиться тому, кто мы есть. И, может быть, делают нас сильнее, делают нас, ну, как-то, я не знаю, более успешными, давая нам возможность отреагировать. Но мы абсолютно на все, что с нами случается в жизни, обладаем достаточным ресурсом, чтобы с этим иметь дело. Поэтому мы не должны ждать от кого-то или там чего-то. Я уже не говорю о том, что есть люди, которые выиграют в лотерею, приезжают, поболтаются здесь полгодика и обратно уезжают и так далее. То есть, оно им и не надо было. Они себе намечтали там чего-то. Если вам хочется, действительно хочется, я думаю, что вы круче пройдете без всякой лотереи. Так мне кажется. Стоп, пацан. Все, Светлана, я вас очередной раз хочу поблагодарить. И мы тогда двигаемся по нашим линиям жизни. Вот так скажем. Будьте оптимистами. Спасибо.